Николай Асыченко, президент телеканала Мариупольской телевидения, как мы вам и проанонсировали, как и обещали. Я надеюсь, Николай нас слышит и видит. Николай? Да-да. Да, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли для нас время. Николай, вопрос будет очень простой, короткий. Я так понимаю, что вы в прошлой жизни, в мирное время жили в Мариуполе и застали вход российских вооруженных сил в ваш город. Расскажите, пожалуйста, как это было и что вы сейчас знаете? Есть ли у вас, например, связь с теми, кто все еще сейчас находится в Мариуполе? Да, доброе утро. Это действительно с 24-го числа я был там, дома, с 24-го по 15-го марта я смог выбраться, выехать, вывезти свою семью. Слушайте, все начиналось, я вам скажу, очень обыденно, как для жителей Мариуполя, потому что Мариуполь же, нужно понимать, он 8 лет уже находится в 20 километрах от линии соприкосновения. То есть, а взрывы еще, что-то это, ну, ничего нового. Все думали, что где-то так и будет, то есть, город особо не паниковал, город работал дальше, никто не думал, что будет вот так все, да. Когда уже обстрелы, взрывы, осколки, ракеты начали приближаться к центру города, вот тогда уже стало ясно, что, видимо, все, но тогда уже и выехать было практически невозможно, потому что город окружен весь, и выезжать было очень тяжело, потому что еще мы должны понимать, что даже те гуманитарные коридоры, которые якобы есть, их нет. То есть, ты едешь на свой страх и риск, что самое жуткое, ты должен выехать из центра города или из любого района города и проехать по всему городу к выезду. А ехать по городу очень небезопасно, потому что обстрелы в любую секунду везде, где только могут быть. Ты едешь мимо разбитых зданий, мимо поваленных столбов, мимо сгоревшего общественного транспорта. Самое жуткое, ты едешь мимо мертвых тел, да, то есть, тела детей, женщин, некоторых нужно просто объезжать. Вот, то есть, на самом деле, вот визуального контакта, слава богу, в городе с представителями армии русской у меня не было. Но был контакт звуковой, был контакт ощущенческий такой, да, и самый жуткий контакт, который будут помнить все жители Мариуполя всю жизнь, и я уверен в этом, это самолеты. Самолеты – это именно то, что переломило ход войны, в принципе, в нашем городе, да, то есть, любые оборонительные сооружения, любые укрепления, любая техника, она была просто выжжена самолетами. Вместе с этой техникой выжигались дома мирных жителей. Вот, у меня дом в самом центре города, и 13 марта, что, в принципе, послужило одним из триггеров, почему мы уехали, в 50 метрах от нашего дома самолет отстрелил три ракеты. И три ракеты взорвались там через минуту-две каждая, прямо возле нашего дома, в 50 метрах, и, ну, я вам скажу, это настолько жутко, то есть, у нас нет то, что вылетели стекла, выкрутило рамы все, металлопластиковые, межкомнатные двери летали, ну, то есть, это было жутко. Это было жутко, и вот именно тогда мы поняли, что, ну, у всех там есть выбор, был и есть выбор, да, либо уехать, рискуя жизнью, либо остаться, рискуя жизнью. Везде на кону жизнь, и там, и там. И мы выбрали уехать. Это было страшно, опасно, мы же еще должны что понимать с вами, что люди, которые смогли выехать на своих машинах из города, вот, начиная с 14-го числа, люди начали ехать. Не зная о том, есть ли коридоры, нету, почему не зная, потому что полный информационный вакуум, да, то есть, по городу нету новостей, нету интернета, нету мобильной сети, ничего нету, люди не знают, что происходит в мире, не знают переговоры, не переговоры, ход войны, не знают ничего. И люди верят тем слухам, которые закидывают русские военные, да, что в Запорожье на улицах идут бои, что Киев уже пал, там, еще что-то. Так вот, выехать могли только те люди, которые вытащили в своей жизни три счастливых билета. Первый билет, у них есть автомобиль, мы понимаем, что в странах пост-СССР, да, не у всех есть автомобиль, явно. Второй момент, это то, что ты смог сохранить автомобиль, потому что обстрелы не прекращающиеся, везде летят днем, ночью, вот, и большинство машин их уже нет. И третий момент, третий билет, это у тебя есть бензин, потому что бензин закончился где-то в первых числах марта, его не стало вообще, то есть логистика подставок топлива была заблокирована, разумеется, так как город находился в окружении, топливо разобрали люди, а то, что осталось, было разбомблено тоже, то есть заправок нет уже, все. То же самое было с продуктовыми магазинами, что-то оставалось, потом это было разбомблено, у меня сосед, не знаю, 6 марта или 5, не помню точно, было за три дня до обстрела роддома, он пошел в магазин к 7 часам утра, это у нас еще работало несколько магазинов продуктовых, где еще хоть что-то было, да, и они работали в какой логике, то есть магазин запускалось там от 20 до 25 человек единомоментно, эти люди должны были быстро что-то выбрать из того, что еще было, было, я вам скажу, немного всего, да, то есть мясных, рыбных консервов уже точно не было, растворимых супов там, завтраков тоже не было, потому что это то, что на ура просто летело, были дорогие конфеты, был чай, кофе, были фрукты экзотические, те, которые никто не покупал на самом деле, молочка там, еще что-то, ну то есть было что-то. И вот пока эти 25 человек что-то набирали себе в магазине, остальные люди ждали на улице, чтобы войти туда, и вот этих остальных людей, ну, в течение дня постоянно возле этого магазина было от 1000 до 2000 людей, то есть люди ждали, чтобы купить хотя бы что-то, ждали по 3 часа, 4 часа, чтобы только зайти, и вот он пошел к 7 утра, хотя магазины открывались с 8 часов, он пошел к 7, чтобы занять очередь ближе, там уже было очень много людей, то есть, видимо, кто-то пошел к 6 часам, и вот у нас еще тогда консьержки работали в нашем доме, бабульки день через два, потом они стали работать день через день, потому что бабулечка, которая жила на левом берегу, она к нам приходить уже перестала, мы не знаем, что с ней до сих пор, и вот со слов консьержки, значит, это то, что она видела, потому что мы были. Володя вышел в магазин, там к 7 часам он пошел туда, метров 800 до магазина, в 7.20 он постучал в дверь, она открыла ему дверь, запустила его, мы закрывали дверь, мы опасались мародеров, да, она запустила его, он сделал три шага и упал. Он упал в корове лужа тут же, значит, что выяснилось, что в очередь вот этих людей, которые стояли перед магазином, прилетела то ли мина, то ли сонаряд, никто там особо не понял. Володе посчастливилось поймать всего лишь два осколка, один в бедро, другой под лопатку. Он рассказывал, что видел, что было с теми людьми, кто были в центре в самом этого всего дела, то есть людей не стало вообще. И он смог дойти как-то вот эти вот 800 метров до дома, как я узнал потом, что многие не смогли. То есть тела лежали вот по пути, как люди пытались дойти, доползти до своих домов. И Володе тогда вот моему, ему спасло жизнь два счастливых совпадения. Там вот на самом деле все те люди, кто выжил, да, это все те люди, которые, их жизнь была наполнена счастливыми совпадениями, да. То есть я выносил мусор, мина упала возле меня где-то, но осколки летели мимо. Ну то есть если бы чуть-чуть там лево, право, то я бы уже с вами тоже, наверное, не включался. Так вот Володе спасло жизнь два счастливых совпадения. Сосед с первого этажа, с которым Володя ругался всю жизнь, они цапались по каждой вот мелкой штуке, да. Этот сосед выяснилось, что в 80-е годы он в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге, он проходил курсы военно-полевого медика. И вот он выскочил, он руководил нами, как что делать. Мы остановили коровь, но мы не знали, что делать дальше, да. То есть мы вот остановили, а везти куда-то мы опасались, потому что обстрелы везде. Но второе счастливое совпадение, которое спасло Володя этому жизнь, это то, что за день до того в наш дом эвакуировали семью полицейского с левого берега. Семья полицейского – это мужчина, его жена и шестимесячный сын. Их эвакуировали на бронетранспортере, потому что он смог по рации вызвать своих. Они пять дней просидели в подвале, не вылазив вообще. То есть они не могли выйти, потому что бои не прекращались. И вот за этим полицейским в 8 утра приехала машина, чтобы он ехал на работу. Мы в эту машину засунули Вову. Они повезли его в больницу скорой медицинской помощи. Там не было мест нигде, ни в коридорах, нигде бы то ни было еще. Его оттуда отправили их в роддом, тот, который разбомбили через три дня. И Володя лежал там, его лечили детские медики. А роддом, нужно понимать, что это третья больница, это в центре города. Мы ее видим в окно, видели из нашего дома. На третьем этаже там открыли новое родильное отделение. И мы как телеканал делали даже сюжеты об этом сколько-то месяцев назад. Я уже даже не помню. На втором этаже там была детская травматология. То есть вы должны понимать, что к началу марта в детской травматологии уже лечили раненых деток с левого берега. То есть туда везли детей, которые это все видели. А на первом этаже лечили всех. И детей, и не детей. Вот такого вот. И его выписали за день до бомбового удара. Он уже был дома. Вот мы праздновали, мы решили, что будем теперь каждый год отмечать второй раз ему день рождения. А когда упала туда бомба, это был день, это было днем, это было вообще, то есть мы дома все были. Мы решили, что бомба попала именно в наш дом, потому что все подскочило, стекла выгнулись. А потом мы узнали, что вот бомбу скинули на... Рот был на этот, и это было жутко. То есть Вова плакал, потому что он только оттуда, и он видел, сколько там деток. Он не видел рожениц, то есть он на третьем этаже не был. А вот на втором он тоже был, он видел, сколько там детей. Причем детей, которые уже пострадали от войны. И это было жутко. Николай, да, я прошу прощения, что прерываем вас. Я понимаю, что этот рассказ на самом деле очень укороченный, который вы нам рассказываете, потому что наверняка он гигантский. Но мы хотели еще пару вопросов задать. Я бы хотела у вас спросить, Николай, есть ли у вас сейчас связь с кем-нибудь, кто остался там? Я знаю, что это практически невозможно. Но что нам известно сейчас? Есть хоть какая-то информация о том, как сейчас там чувствуют себя люди? Смотрите, да, на самом деле у меня еще там очень много людей моих, но, к сожалению, я связь не могу ни с кем поддерживать уже как минимум неделю, когда полностью были отключены все мобильные операторы украинские там. То есть нужно понимать, что если раньше можно было еще найти сигнал мобильной сети, хотя бы где-то на десятом этаже, как я это делал, на колокольных церквей, как люди это делали, сейчас этого нет вообще. У меня, я на данный момент знаю, что только чуть меньше половины из всего штата моего телеканала живы. Это то, что я знаю точно. Что с остальными, я не представляю вообще. Но когда кто-то из них выходит на связь, когда кто-то из них там, не знаю, находит Wi-Fi, который раздают русские военные, подключается к нему, там что-то мне пишет, что я знаю на данный момент. На данный момент бои действительно переместились уже вообще вот в самый-самый центр города, ближе к порту. Порт контролируется Украиной, Азовсталь и комбинаты Лича, насколько я знаю, тоже наши. И в центре идут очень жесткие бои, то есть центра уже явно нет. Что касается ситуации с водой, электрикой, едой, а ничего не поменялось, этого нет. В принципе, еду раздают гуманитарную помощь русские солдаты в тех районах, которые они освободили уже, да. И люди вынуждены брать, потому что, послушайте, люди месяц не ели толком. И что самое жуткое, вот мы понимаем, что по разным подсчетам, просто очень тяжело посчитать, сколько там сейчас людей. Ну, от 150 до 200 тысяч человек сейчас там, мирных жителей. И в этом числе десятки тысяч деток, да. И вот детки, они, во-первых, не кушали толком уже месяц, во-вторых, они живут в постоянном стрессе, в ужасе, в страхе. Мне рассказывали, как дети теряют родителей, да. Вот я брал интервью здесь у людей, которые выехали в Запорожье. А с ними в убежище жил мальчик, с которым играл вот сын этих людей постоянно. Мальчик жил с мамой. А мама готовила днем еду для всех, для всех, кто там жил, она и еще один мужчина. Они готовили еду во дворе, обстреляли минами. Ну, маму разорвало на части этого мальчика. А никто сказать ему не мог, вот по состоянию на конец марта, когда вот эти вот ребята выехали, никто не осмелился рассказать ему, что мамы больше нет. Они сказали, что маму ранило, маму увезли лечиться, и мальчик до сих пор думает, что маму лечат. И вот таких детей там тоже очень много, то есть дети потеряли все, всех. И не сильно понятно, как теперь этих детей туда вытащить даже, да, потому что, ну, я не знаю, уже молчу про то, что с этими детьми дальше будет, тоже не знаю. Так вот, условия жизни там сейчас, они стали только хуже. Единственный плюс, это вот то, что я могу сказать по своему там опыту, да, сейчас потеплело, это отчасти плюс. Люди не так мерзнут, потому что мы пока там были, ночью температура доходила до минус 10. И если у тебя на улице минус 10, и окон нет, то у тебя дома, ну, минус 8. Чуть теплее. Так вот, а минус в том, что потеплело, это то, что мы же должны понимать, что Мариуполь превратился в одно большое кладбище, да, все усеяно мертвыми людьми, кого-то закапывают люди сами, кого-то уже даже нет, потому что сил нет, и мест уже почти нет. Соответственно, теплота, она дает разложение тел. Это будет экологическая катастрофа вот локального масштаба, то есть это пойдут заболевания, эпидемии, еще что-то. То, что я видел, вот еще пока тоже был, убрали тела людей тогда, мирных жителей, да, но остались пятна на корове, там еще что-то, и вот жуткое воспоминание, остались человеческие мозги, и собака породячая, может быть, нет, ну, собака их ела, то есть собакам нечего есть тоже, они едят людей мертвых, и тут опасность в том, что собака, привыкнув ко вкусу человеческого мяса, она потом может напасть и на живых людей тоже. То есть это ад, это ад, который с каждым днем, он все более усугубляется. Сейчас усугубилось еще и тем, что, насколько я знаю, по моим данным, выехать из города и въехать нельзя. Город закрыт. Город закрыт, ищут нацистов, ищут пособников, там, кого они ищут, не знаю. Фильтрационные лагеря, то есть если ты хочешь выехать, ты должен пройти через этот лагерь. Что такое лагерь? Это проверка тебя по всем имеющимся базам данных. То есть они получили доступ к полицейским базам данных, к базам данных СБУ и любым другим. У них сейчас есть данные на каждого человека, который имеет отношение ко власти. Они не выпускают работников коммунальных предприятий. Они, разумеется, не выпускают сотрудников полиции, если они даже уже давно не работали. И на самом деле любой человек там может попасть под статью, любую статью, если там они есть вообще. То есть выезд закрыт, въезда сейчас тоже нет. Въехать в город можно только с мариупольской пропиской, и то через такой же самый лагерь. Почему люди хотят въезжать в город? Очень много людей пытаются вытащить своих родных, своих близких, просто людей. Ну, то есть есть волонтеры, которые пытаются ехать туда, вытаскивать людей, к сожалению, возвращаются не все. И что с ними, мы не знаем тоже. То есть они уехали туда, связи нет, и все. И вот они пропали. Поэтому с каждым днем все хуже и хуже на самом деле. Если не будет деблокады, либо политической, либо военной, то все закончится очень плохо. И трагедия в Буче, я вам скажу, она покажется цветочками по сравнению с тем, что мы увидим там. Николай, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли на связь. Ты так подробно рассказали об этом. Здесь зрители в чате тоже вас благодарят, поскольку многие, ну, может быть, слышали, знали. Но проблема в понимании. И вот вы внесли большой вклад в это понимание. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.